Нет, не Владимир, по стрелке Поповка. Против вас играет главный специалист ремонтно-механического завода Радик Хабибуллин, деревня Поповка, Пермского края. Господин Верхошинский уже в 15-й раз против знатоков сыграет господин Хабибуллин, и он уже одержал 8 побед. Прекрасно, прекрасно. Вот, то есть кандидатский минимум на академика он уже выполнил, но вот звания хрустальной, обладателя хрустальной или бриллиантовой совы у Радика пока нет, поэтому ждем. Буду надеяться все впереди. А пока, внимание, вы голодны, господин Крапин? Нет. Нет, ну все-таки перекусим. Имперский рождественский пудинг. Господа, пробуйте, господин Мухин, пробуйте смелее. Все пробуйте, там для всех есть. Попробуйте, скажите, что там есть, господин Мухин. Рассказывайте. Пробуйте все, пробуйте все. Ну пробуйте, берите, угощайтесь. Олеся, возьмите свой кусок и ешьте. Олеся, отдайте его кусок. Сейчас мы Дашеньке дадим. Салфетки, давай. Я подожду. Салфеточки там есть, аккуратненько. Попробуйте, что с ними, все забрали, господин Мухин. Аккуратненько. Так, ну все, господин Мухин, и так, что вы распробовали? Я пока ничего, до меня не дошло. Сейчас вас отняли. Вера, что там есть, господин Мухин? Там есть орехи, там есть изюм, очень много изюма. Возможно, курага. Вкусно? Очень сладко, не очень вкусно. Этот пудинг, госпожа Равкина, изготовлен по старинному английскому рецепту 1928 года. Рождественским его назвали потому, что делали когда? На Рождество. К Рождеству. А теперь, внимание, вопрос. А почему этот пудинг англичане назвали имперским? Очень дорого? Нет. В разных частях, в разных доминионах растет, да? Да, извезем из Индии, в Аликии, откуда-нибудь от нас. Со всей четыре Британские империи. Парни, если это не от слова империя, а от слова император, что Солька богатый, вот можно себе послушать. Да, у них король был империей. Британское литературное произведение, какой-нибудь мини-фук. То есть нет императора, есть империя. Там уже не может чего-то быть, забыть. Британское литературное произведение может быть, если жизнь. Британская империя, да? Он похож на Британское империю. Округлый какой-то, лёстрый, да? Как Наполеон и император. Империя только при Виктории началась, когда она стала императрицей. Да, да, да. 1928 год. Он еще император, да? А по датам что-то хотим обсудить? 1928 год. Британская империя еще была. Что-то еще появилось. Что в Англии? Что в Англии? Придумали для императора какого-то. Какая-то традиция еще английская известная. Придумали для императора какого-то. Не Британского. По составу. То есть невесты Индии, осты Индии, Индии. Разные расы. Разные расы. Не-не-не. Именно хорошо. Тут даже Индии используют. Итак, кто будет отвечать, господин Мохин? Вы знаете, мы как-то так галдели. Не потому что... Да. А просто потому что вкусно. Вкусно, господин Медович. У нас такая логика, что имперским пудингом рождественским назвали. Ну, потому что к Рождеству, во-первых. А имперский, потому что в тот момент Британская империя, это действительно была крупнейшая такая империя в мире. И во всех частях света были их колонии на тот момент. И, соответственно, ингредиентов, мы видим, их тут очень много. Не все, что Вера перечисляла. Тут еще больше. Тут что-то из... Вот мне, например, пахнет как в Индии. Изюм из другой части. Сформулируйте ответ. Почему назвали имперским? Пудинг состоит из ингредиентов, привезенных из разных частей света, которые принадлежали Британской империи. А теперь, внимание, правильный ответ. Смородину увезли из Австралии, цукаты из Южной Африки, корицу из Индии, а сахар из Гвианы. Со всех концов Британской империи. 5-3! 5-3 в пользу знатоков! Ура, поддерж! 6-3! Пури! 5-4! Пури! $0! Возвращение в Британскую империю!